Надо максимально собраться, не волноваться, несколько раз вдохнуть, выдохнуть и просто выполнить эти задания. Здесь практически так же, как на ЕГЭ. Сотовые телефоны остались за пределами аудитории. С собой можно взять только знания. Одиннадцатикласснику Глебу Лычеву шпаргалки не нужны. Он успешно прошел школьные и окружной этапы Олимпиады по четырем предметам – общество знанию, истории, экономике и русскому. К всероссийским региональным соревнованиям готовился с усердием. С девятого класса, да, я уже начал готовиться, естественно, решать задачи прошлых лет, смотреть, читать дополнительную литературу, чтобы как-то быть уверенным более на самой Олимпиаде, а не просто наугад и через логику идти. Знание русского языка, способность к анализу, а также критический подход к задачам – все это продемонстрируют более двухсот школьников на региональном этапе Олимпиады по великому и могучему. В масштабных интеллектуальных состязаниях третьего этапа Всероссийской Олимпиады примет участие более четырех тысяч детей. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Впервые Олимпиада прошла в Российской империи в XIX веке. В Советском Союзе школьное олимпиадное движение развивалось с 30-х годов прошлого века. В России одно из старейших и престижнейших интеллектуальных состязаний также в почете. Только в этом году продемонстрируют знания более шести миллионов школьников. Мы представляли опыт проведения регионального этапа Всероссийской Олимпиады на Большом Всероссийском совещании. Самарская область была отмечена как регион, который участвует по всем 24 предметам. Немногие регионы в стране выбирают все предметы. И как регион, который проводит достаточно прозрачно и открыто эту Олимпиаду. Победитель регионального этапа войдет в реестр одаренных детей, а также сможет продемонстрировать знания в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.